МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале Заречная информационная программа новости в студии Светланы Теплухиной. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я прививок не боюсь, если надо, уколюсь. В Заречной доставлена первая партия антиковидной вакцины для подростков. Вакцина эта аналогична вакцине для взрослых, но в ней в пять раз уменьшено содержание антигена. Вводится она так же, как и вакцина для взрослых, двухкратно с интервалом в три недели. Лучшие в профессии. В Заречном в рамках фестиваля «Педагогический фейерверк» проходит 14-й конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Участвую в конкурсе впервые в качестве конкурсанта. До этого только счастливилось работать в творческой группе по подготовке коллег. Как рыбы в воде. Зареченские школьники демонстрируют навыки, полученные на занятиях в рамках регионального проекта «Учусь плавать». Здесь нужно просто показать, что ребенок спокойно, с дыханием может плететь 25 метров. За него же не страшно, будет на любом водоеме. И теперь подробнее об этих и других событиях. В Заречный поступило 150 доз вакцины «ГАМ-КОВИД-ВАК-М» «Спутник-М». Препарат предназначен для детей от 12 до 17 лет. Предварительно на прививку от коронавируса записано 80 зареченских подростков. Все подробности у Натальи Елистратовой. 16 марта в Заречном начнется вакцинация подростков против коронавирусной инфекции. Первая партия препарата «Спутник-М» уже доставлена. 150 доз прививок предназначены для профилактики заражения детей вирусом COVID-19. Вакцина эта аналогична вакцине для взрослых, но в ней в 5 раз уменьшено содержание антигена. Вводится она так же, как и вакцина для взрослых, двухкратно с интервалом в 3 недели. Внутримышечно вводится верхнюю треть плеча. Противоказания для вакцинации – острые заболевания или обострение хронических заболеваний. После этих состояний вакцина вводится через 2-4 недели. Препарат «Спутник-М» предназначен для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Прививки против коронавирусной инфекции будут ставить согласие родителей или самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет. Направление в процедурный кабинет выдаст врач-педиатр после измерения температуры тела и осмотра. Прививки осуществляем только в детской поликлинике, потому что вакцина хранится в морозильной камере, замороженная по аналогии со взрослой вакциной. Поэтому в школах вакцину не вводим, не делаем, только в поликлинике. Приходят дети с родителями, дается согласие, информированное в письменном виде, но подписывают родители. Вакцинация детей против коронавирусной инфекции в детской поликлинике проводится по предварительной записи. Пока заявки на процедуру оставили 80 человек. Назначить дату и время приема можно в будние дни с 9 до 18 часов по телефону, указанному на экране. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». И об эпидемиологической ситуации. За минувшие сутки в России выявлено 36 678 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 17 миллионов 400 тысяч, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19. Выписано за сутки более 118 тысяч пациентов. За все время выздоровели свыше 15 миллионов 700 тысяч россиян. Число жертв заболевания приближается к 362 тысячам. За последние 24 часа зарегистрировано 558 летальных случаев. В Пензенской области за минувшие сутки подтверждено 649 фактов инфицирования коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 заразились более 171 800 жителей региона. Выздоровели на 38 тысяч меньше. 5 458 пациентов спасти не удалось. За сутки скончались 14 человек. Пензенские предприниматели могут воспользоваться онлайн-сервисом по закупке импортозамещающих товаров, сообщает пресс-служба губернатора. В связи со значительным повышением спроса на отечественную промышленную продукцию, Минпромторг России совместно с электронной торговой площадкой группы «Газпромбанка» и Агентством по технологическому развитию на базе государственной информационной системы промышленности запускают новый онлайн-сервис. С его помощью заказчики смогут публиковать запросы на приобретение товаров, а поставщики – направлять свои ценовые предложения и аналоги без дополнительных затрат согласований и посредников. Биржа импортозамещения – это новый сервис, позволяющий проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производства, аналогов санкционной продукции и оригинальных товаров, произведенных в России. В числе преимуществ новой платформы – широкая база поставщиков, автоматическая рассылка приглашений к торгам, что позволяет увеличить вероятность успешного проведения процедуры. Кроме того, предусмотрена проверка поставщиков и предлагаемой продукции на соответствие требованиям заказчика. Какую помощь могут получить зареченские предприниматели в сложившейся непростой экономической ситуации? Какие меры поддержки бизнеса предусмотрены на федеральном, региональном и местном уровнях? Обо всем подробно расскажет директор бизнес-инкубатора «Импульс» Денис Климанов. Актуальное интервью сразу после основного информационного блока. Ну а пока перейдем к другим темам. Минцифры России расширила функционал мобильного приложения госуслуги «Авто». У пользователей появилась возможность обжаловать в приложении штрафы за нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства. Уточняется, что обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней. Ведомство может запросить дополнительные документы. Отмечается, что функционал госуслуги «Авто» будет расширяться. В дальнейшем оно позволит оформить европротокол онлайн, загрузить данные о страховке и техосмотре, оформить куплю-продажу автомобиля онлайн и предъявить водительское удостоверение в электронном виде. Приложение госуслуги «Авто» было запущено осенью 2021 года. Его скачали порядка полутора миллионов пользователей. Сейчас в госуслуги «Авто» можно загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его сотруднику ГИБДД в электронном виде, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы госавтоинспекции, посмотреть историю автомобиля и скачать выписку из Государственного реестра транспортных средств ГИБДД. В России будут многократно увеличены штрафы за учинение пожаров. Как сообщает РИА Новости, Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном для должностных и юридических лиц за учинение пожаров и сжигание травы рядом с лесами. Законопроект был внесен в Палату ЗАГС Собранием Кемеровской области. Изменения предлагаются в три статьи Кодекса об административных правонарушениях. Инициативой предлагается усилить административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах и за нарушение требований пожарной безопасности. В зависимости от места и времени совершенного правонарушения, а также тяжести последствий, штрафы для граждан варьируются в пределах от 15 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Отмечается, что в правительстве России инициативу поддержали. Тем временем в Заречном сотрудники противопожарной службы провели очередной профилактический рейд, в ходе которого проверили безопасность части жилого фонда и гаражных кооперативов. Сотрудники МЧС совершают обход гаражных кооперативов и общаются с владельцами гаражей. Зареченцам в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В 2021 году основной причиной пожаров стало нарушение правил эксплуатации устройства электрооборудования. Поэтому в ходе беседы с жителями мы особое внимание уделяем правилам использования электрического газового оборудования. О том, что неисправное оборудование и розетки, а также самодельные электроприборы, использовать нельзя, знает каждый. То, что необходимо следовать инструкции по эксплуатации и не оставлять работающее электрооборудование без присмотра, тоже прописная истина. Вот только следуют этим правилам далеко не все, что и приводит порой к непоправимым последствиям. Поэтому представители госпожнадзора снова и снова ведут с горожанами профилактические беседы. Во время очередного рейда сотрудники МЧС, кроме гаражных кооперативов, посетили и квартиры. Зареченцам напомнили о правилах безопасного поведения в многоквартирных домах. Рассказали о том, что запрещено загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, двери различными материалами, производственным отходом, мусором и другими предметами. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей. Однако в будущем наказание за пренебрежение правилами безопасности может существенно ужесточиться. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за учинение пожаров. Согласно этому документу, штрафы для граждан варьируются в пределах от 15 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Ксения Тризна, Вячеслав Киртаев, телерадио, компания «Заречный». 15 марта стартовал 7-й всероссийский конкурс «Слава Созидателям». Это коммуникационный проект, охватывающий людей старшего и подрастающего поколений. В его рамках ученики с 1 по 11 классы рассказывают о людях, участвовавших в становлении отрасли и развитии города. Основная идея конкурса – «Я хочу стать Созидателем». Я похож на тех, кто создает атомную мощь нашей страны. В этом году состязание пройдет в социальной сети ВКонтакте. Конкурсантам предложены две номинации – «Комикс о Созидателе» и «Один в один с Созидателем». Фотоконкурс «Один в один с Созидателем». Найди архивное фотогероя, сделай в похожей стилистике свою фотографию и представь снимки на конкурс. Комикс о Созидателе – это серия нарисованных от руки иллюстраций с текстом, которые расскажут о значимом событии в жизни Созидателя. Ты можешь участвовать и в обеих номинациях. Творческие работы необходимо представить координатору муниципального этапа конкурса. В нашем городе это советник отдела воспитания и дополнительного образования городского департамента образования Галина Трункина. Правила состязания размещены на официальном сайте Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» и на сайте Департамента образования города Заречного. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 марта по 16 мая. В Заречном стартовал традиционный фестиваль профессионального мастерства работников образования «Педагогический фейерверк». В его рамках пройдут состязания школьных учителей, воспитателей детских садов, классных руководителей, педагогов дополнительного образования и молодых специалистов. Один из этапов фестиваля – конкурс «Сердце отдаю детям». Его участники собственным примером доказывают, что дополнительное образование отнюдь не означает второстепенное, и для гармоничного развития ребенка внешкольные занятия важны не меньше, чем школьные уроки. Раз, ножку отходим назад, опустили, два. И раз, молодцы, два. Разминка, подготовка к физическим нагрузкам – казалось бы, обычное занятие. Однако в зале, кроме преподавателя и детей, находятся судьи городского конкурса профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Они оценивают одно из самых важных испытаний – занятия с ребятами. Задача конкурсантов – ознакомить детей с новым видом деятельности в рамках программы дополнительного образования. Представительница детско-юношеского центра «Юность» Евгения Строителева показала школьникам различные упражнения со скакалкой. И, раз, два, три, четыре. А педагог центра образования и профессиональной ориентации Мария Трусова решила познакомить детей с профессией модельера. Вместе с ней ребята оказались в импровизированной мастерской. Ребята, я приглашаю вас в мастерскую. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами много разных предметов. А что это за предметы? Как они называются? Мария Трусова уже 12 лет работает в сфере дополнительного образования. Но участвовать в конкурсе «Сердце отдаю детям» ей еще не доводилось. Участвую в конкурсе впервые в качестве конкурсанта. До этого только счастливилось работать в творческой группе по подготовке коллег. Вместе с ребятами Мария Трусова рассмотрела все этапы работы модельера – от создания эскиза до пошива. А потом дети сами попробовали придумать коллекцию летней одежды. Так как работаю с дошкольниками, конечно, каждая группа индивидуальна, непредсказуема, поэтому действуем по ситуации. В принципе, дети молодцы, сделали как надо, вели себя вполне естественно. Проведение занятия – заключительное испытание в рамках конкурса. Участники уже представили на суд-жюри свои дополнительные общеобразовательные программы, а также записали два видео – визитную карточку и педагогическое послание профессиональному сообществу. Итоги конкурса «Сердце отдаю детям» объявят на церемонии закрытия фестиваля «Педагогический фейерверк». Умеющих плавать юных зареченцев становится все больше. Десять лет с 2012 года на территории региона реализуется проект «Учусь плавать». В его рамках школьники осваивают полезный навык и на уроках физкультуры, и на дополнительных занятиях. Успехи ребят отслеживают каждую учебную четверть. Это не спортивные соревнования, а проверка умения детей держаться на воде. В бассейне школы номер 221 проходит мониторинг в рамках регионального проекта «Учусь плавать». В нем принимают участие ребята, которые в начале учебного года не смогли проплыть дистанцию 25 метров. В учебном году у нас это третий мониторинг. Первый мониторинг у нас был в начале учебного года. В нем участвовали все дети, и выявлялись дети, которые не могут проплыть 25 метров. Там же задача проекта «Учусь плавать» – это дети, которые плывут 25 метров любым стилем. Здесь нужно просто показать, что ребенок спокойно, с дыханием может плыть эти 25 метров. За него же не страшно быть на любом водоеме. 25 метров – это всего две длины школьного бассейна. Но проплыть их нужно без остановок. И если поначалу не все дети могли справиться с этой задачей, то во второй половине года количество ребят, научившихся держаться на воде, увеличилось. Половина, даже чуть больше, наверное, научились уже плавать. У нас еще на конец года будет мониторинг. Вот здесь мы уже будем иметь точную картину, сколько детей у нас в учебный год обучилось плавать. Мониторинг навыков плавания проводится после каждой учебной четверти. Общие итоги реализации регионального проекта «Учусь плавать» в школах города будут подведены в мае. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». На какие меры федеральной, региональной и муниципальной поддержки могут рассчитывать предприниматели во время сложной экономической ситуации? Обо всем подробно через несколько минут сразу после рекламы. Японская спецтехника «КамАЦУ» от официального дистрибьютора ИСТК. Круглосуточная техподдержка и склады запчастей. Работаем по всей России. 8 800 555 21 12. С 12 по 17 марта распродажа пальто и куртки от 1700 рублей напрямую от производителя. Улица Комсомольская, 10 А. Торговый центр «Ряд». Бывший магазин «Мастерок». Японская спецтехника «КамАЦУ» от официального дистрибьютора ИСТК. Круглосуточная техподдержка и склады запчастей. Работаем по всей России. 8 800 555 21 12. Количество резидентов ТАССР «Росатома» выросло до 85. Стартовал конкурс «Слава Созидателям». Атомщики собрали и передали силу в Якутии 6 тысяч книг. Смотрите в среду в 20.00. Новости на канале «Заречный» продолжаются. Сейчас у нас по традиции время встречи с гостем. И сегодня я приветствую в нашей студии директора бизнес-инкубатора «Импульс» Дениса Климанова. Добрый вечер, Денис. Добрый вечер, Слава. Денис, сегодня мы пригласили вас для того, чтобы обсудить, на какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели, зареченские предприниматели в сложившейся в настоящее время в нашей стране непростой экономической ситуации. Поскольку, естественно, что экономическая ситуация напрямую влияет на их работу, но и в то же время от их успешной работы зависит и стабилизация экономической ситуации. Все здесь вот так взаимосвязано. И чем сейчас могут, скажем так, структуры разного уровня, федерального, регионального, помочь предпринимателям выдержать вот этот экономический прессинг такой? Ну, сейчас я попробую подробнее рассказать, но хочу сразу заметить, что настолько все быстро меняется, мы с каждым днем получаем новую информацию. Вот, поэтому я могу рассказать только то, что вот сейчас действует, и скажу, где отслеживать информацию потом в конце нашего разговора. Поэтому нужно следить. И я думаю, что сейчас новые меры все будут приниматься, меры по поддержке бизнеса или даже уже дорабатываться те, которые существуют. Потому что это такой вот живой организм, можно сказать, постоянно работает. Ну, как правильно вы сказали, что у нас существуют федеральные российские, то есть региональные и местные формы поддержки, которые сейчас действуют в такой сложной, сложившейся экономической ситуации. Ну, начнем, наверное, с федеральных, которые заявлены у нас там больших гранов, премьером. Первое, это, наверное, мораторий на, вот о том, что сейчас, может, все слышат, мораторий на проверке бизнеса. То есть объявлен на этот год мораторий полностью на все плановые проверки всех контролирующих органов, то есть любых субъектов малого и среднего предпринимательства. Это сделано для того, чтобы, наверное, сейчас не отнимать время, силы у предпринимателей на эту, вот, наверное, такую вот бумажную волокиту. Я как бы нисколько не говорю, что это не надо и там нет необходимости в этом, но, наверное, сейчас не то время. Но при этом хочу заметить, что внеплановые проверки, и, как говорят, если это связано там с риском жизни людей, все-таки будут продолжаться. То есть это, возможно, охрана труда, пожарная инспекция. То есть эти проверки, да, эти проверки могут быть. Вот все те плановые, которые предприниматели, в принципе, они о них уже знают, потому что они в реестре видели, что они включены. На данный год они пока отменяются. Вторая, наверное, большая мера поддержки – это льготные кредиты через корпорацию МСП. У нас в регионе есть банки, это коммерческие банки, там ВТБ, ВЭП и другие прочие аккредитованные корпорации МСП, которые выдают кредиты на сумму безграничную. То есть у них нет сейчас никаких ограничений сроком от пяти лет. Под производственным предприятием это 80,5%, но подборотные средства, остальным это где-то порядка 13-15%. То есть сейчас можно воспользоваться, если вам необходимы довольно-таки крупные суммы денег, и можно воспользоваться этой программой. Она также работает, я говорю, в регионе, то есть есть аккредитованные банки, с кем можно поработать. Кредитные каникулы. Если мы говорим о банках, то на днях приняли закон о кредитных каникулах, что если у предпринимателя выручка и оборот снизился более чем на 30%, то он может обратиться в банк, ну или в любую кредитную организацию за представление каникулы сроком на полгода. То есть на полгода приостанавливают любые платежи, то есть платежи по процентам, платежи по телу кредита, то есть приостанавливают и возобновляются через полгода. А также у нас сейчас заработала программа федеральная, возобновила работу по поддержке занятости, называется она ФОТ 3.0, может быть помните, вот в условиях пандемии мы часто ей пользовались и постоянно тоже о ней говорили, но там как раз его могут воспользоваться только те, кто в пандемийное время воспользовался, вот, и те сферы как раз вот АКВЭДы, которые там были приняты в пандемийное время, могут пока только они как бы воспользоваться. Поэтому я говорю, что возможно будет расширен список, но сейчас данная программа, когда вы можете взять кредит под 3% на сохранение как раз занятости, он рассчитывается это МРОД, умноженный на количество ваших работников, на год под 3%, но условия, что вы в течение года должны сохранить на 90% численность своего предприятия. Вот те предприятия, которые пользуются этой поддержкой, могут вновь воспользоваться данной поддержкой. Ну и к региональным они, наверное, поактуальнее будут для предприятий. То есть у нас остается льготные микрозаймы в микрокредитной организации «Проучитель» в гарантийном фонде. Они заморозили свои ставки и они оставили ставки, но до вот там, когда у нас повысили, ЦБ повысил ключевую ставку, и сейчас у них действуют ставки от 4,75% до 12%. Но скажу, что в принципе средний, самый распространенный кредит – это 8%, а там можно получить до 3 миллионов рублей на 3 года. То есть это такие микрозаймовые, они заморозили свои процентные ставки, поэтому им можно воспользоваться. А на социальном предприятии, как я уже сказал, вообще ставка 4,75%. Также сейчас стартовала программа, она тоже была, наверное, в регионе где-то 2 года назад, потом ее немножко заморозили, сейчас ее опять стартовало. Это субсидия на модернизации производства. Там можно получить до 50% возместить затраты, но не более 2 миллионов рублей. На данный момент это легкая промышленность, мебельное производство и стекольное производство. Вот три вида деятельности сейчас приняты и уже запустилась работа. То есть можно получить компенсацию своих затрат на модернизацию в этом году. Но по экспорту сейчас это довольно-таки такая сложная ситуация. На данный момент экспортный центр оказывает консульционные услуги. Мировая карта, можно так сказать, сейчас разбиты на сектора зеленый, серый и красный. Все понимаете, как они разбиты. Там, где есть какие-то санкции, там, где ограничено и где вообще запрещено. И они сейчас проводят консультацию конкретно по каждому вопросу отдельно. То есть нельзя сейчас сказать какой-то рецепт. Они ждут всех экспортеров, либо кто-то планирует экспортировать. Сейчас вот они очень хорошо развивают, например, Вьетнам, азиатскую часть. Поэтому если у вас есть планы, либо вы уже ведете экономическую деятельность, они как раз сейчас в нынешней ситуации могут и с юридической точки зрения проконсультировать, как быть в том или ином случае. Вот поэтому я думаю, что сейчас данная поддержка, у кого есть экономическая экспортная деятельность, она, думаю, будет очень востребована. Также, ну, еще хочу упомянуть региональную, это вот возможность продолжать деятельность до конца года, лицензии все продлеваются. То есть там, где необходимо было лицензировать, сейчас нет необходимости переоформить лицензии, они продлеваются автоматически до конца года, до конца 22-го года. В регионе сейчас введена большая поддержка IT-компании, то есть это и льготные налогообложения, отмена на этот год, вообще налог на прибыль и рассматривать сейчас введение льготной ипотеки для сотрудников. Ну и все вы слышали, что набор в армию приостановили в IT-компаниях, вот поэтому IT-компания, IT-отрасль у нас в регионе много поддерживает. Сейчас также прорабатывается вопрос о представлении грантов на уровне региона. И что касается, наверное, наших местных форм поддержки, ну, бизнес-кубатор всегда как бы двери открыты, вы можете приходить за любой консультацией. Сейчас вот мы по соцконтрактам очень много консультируем предпринимателей, начинающих предпринимателей. Также вот за любой формой поддержки, региональной, местной, федеральной, приходите, мы вас проконсультируем, сведем там с кем надо в регионе, да. Но у нас есть, в принципе, можете и сами обратиться, это есть фонд поддержки, например, в Пенинской области, мой бизнес. Проще просто наберете мой бизнес и вам открывается, доступна будет карта всех форм поддержки. Сейчас они создали вкладку антикризисные меры поддержки. И как раз вот там она самая актуальная информация, она, можно сказать, ежедневно обновляется. Поэтому там можно смотреть, как раз черпать всю информацию, что действует у нас сейчас в регионе, какие федеральные, региональные программы. Ну и про местные. У нас есть свой фонд поддержки предпринимательства города Заречного. Он также заморозил ставки, и сейчас максимальная ставка у них составляет 13%, займа до 2 миллионов, до 2 лет. То есть можно обращаться, он находится у нас в здании без скубатора в 208-й комнате. Приходите. Вот. То есть будем рады вас видеть. Также, естественно, все заемщики могут обратиться по кредитным каникулам и получить кредитный каникул сроком на 6 месяцев. И еще у нас рассматривается вопрос, но это тоже и в региональной части, и в нашей местной. Это отсрочка арендной платы по земельным участкам и по государственным муниципальным имуществам. То, что находится у субъектов малопредпринимательства в аренде. Такая сейчас мера поддержки, она также в пандемию была, мы ее применяли. Я помню, по-моему, два раза мы применяли такую форму поддержки. Сейчас рассматривается вопрос о введении вот тоже такой формы поддержки, об осрочках платежей. Вы, когда рассказывали вот о мерах поддержки, которые существуют в настоящее время, несколько раз упомянули, что вот это использовалось в пандемию, это использовалось. Все-таки вот этот опыт, который получили предприниматели, получил бизнес в эпоху пандемии, он, в общем-то, оказывает, наверное, сейчас свой положительный эффект. Есть этот опыт и уже проще выходить из сложившихся экономических реалий. Ну, конечно, так как мы два года находимся в этом состоянии, то есть экономическая ситуация и до этого была не очень простая. И, то есть, прорабатывали эти механизмы, механизмы поддержки. И тогда, как я помню, два года назад довольно-таки, ну, долгое время Министерство экономического развития прорабатывало как раз все эти меры поддержки, не сразу о них услышали. То есть они продумывали. И сейчас это просто самый, наверное, быстрый путь. Потому что, ну, единственное, что, как я понимаю, в пандемии у нас не все отрасли пострадали, да, а те отрасли, в которых нельзя было работать в какое-то свое время, либо вводились какие-то ограничения. Вот сейчас это позволило для этих же отраслей более быстрый старт и более быстрое время для пользования и поддержки. Сейчас эти документы все добавляются, потому что у нас сейчас все отрасли, наверное, пострадали. Вот. Анализируется, и в постановление правительства Российской Федерации будут вноситься новые АКВЭДы, новые виды деятельности. Вот. Но пока мы максимально сейчас как можно быстро сделали данную меру поддержки только потому, что вот два года мы этим уже занимались и прорабатывали эти меры поддержки. Ну, и еще раз напоминаем, что предпринимателям, тем, кто заинтересован в этих мерах, да, можно каждый день отслеживать вот эту информацию, потому что она буквально каждый день меняется. Да, Светлана, можно каждый день, еще раз повторюсь, то есть, первое, это можно самим каждый день отслеживать, второе, это можно прийти к нам в бизнес-кубатор на Зимакову 5 и получить консультацию по любому из этих видов поддержки, а также узнать, куда можно обратиться, какие документы необходимы заполнить и куда их подавать. И второе, это можно, ой, третье, это можно обратиться в центр «Мой бизнес», который на Герцена 14 находится. Это тоже такой центр, который, наверное, всю региональную, региональные институты поддержки в себя, как сказать, впитал, там, МФЦ для бизнеса и экспертные центры, центр поддержки предпринимательства и социальное предпринимательство, они объединяются, то есть, это такой центр, который объединяет все сферы деятельности и все сферы поддержки в регионе. То есть, можно через нас, можно напрямую, то есть, здесь вот не возбраняется. Спасибо, Денис. Я искренне надеюсь, что эта информация была полезна для всех заинтересованных зареченцев. У нас в гостях был директор бизнес-инкубатора «Импульс» Денис Климанов. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были с нами. До встречи на родном канале «Заречные» и пусть новости будут только хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok